Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем на родине РП, центральный округ. У меня здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник в регистрации. Также можете вводить мой промокод на шестом уровне, за него получите очень даже неплохие плюшки. Но сегодня у нас будет новое видео, и оно будет довольно-таки необычное. Я бы даже сказал, очень странное, как и предыдущее видео. Короче, как вы знаете, я там люблю на оффроуд поездить, в принципе. Недавно ездил на грузаке там и так далее, и сегодня я хочу как бы повторить это. Но не на грузаке, а на нашей новой машине, это Lada Vesta. Как бы оффроуд у нас был на полном приводе, возможно даже на заднем приводе. А вот на переднем приводе оффроуда не было, поэтому это будет максимально неадекватно и интересно. Поэтому я надеюсь, что вам такое видео понравится. Поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Давайте постараемся набрать на этом видео 50 лайков. Всё, всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну, думаю, подобное, пацаны, вы нигде не увидите. Вот вы когда-то видели, что Vesta тестировали на оффроуде? Я думаю, что нет. Поэтому сейчас мы как бы этим займёмся. У нас уже как бы проблемы возникли, как вы поняли, потому что я не могу съехать даже. Vesta, чё ты делаешь просто? Я не могу нормально съехать. Нам пизда, походу. Не, нам не пизда, нормально всё. Вот, блядь, вот на эту гору, мне кажется, она точно просто не заедет. Вот, давайте даже попробуем. Вот, нитро включил. Так, и пошла, пошла, пошла. Не, ну вообще без вариантов просто. Просто без вариантов, пацаны. Просто без вариантов. Но мне кажется, она всё равно себя в чём-то покажет. Так, давайте развернёмся и пробуем в ту сторону, допустим. Нет, передний привод просто для этого не создан, пацаны. Реально, она просто не цепляется. Она то буксует, 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 но она не цепляется вообще. И не может заехать. Даже вот здесь она буксует, понимаете? Ну, она даже здесь не может выехать, пацаны. Это всё, это тотал просто. Это тотал, поэтому надо искать какие-то послабее, как бы, препятствия. Поэтому сейчас давайте ещё раз попробуем заехать. Давай, 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 давай. Не, не получается, пацаны, просто не получается. Я просто не могу сюда выехать, пацаны. Всё, я застрял. Давайте жопой просто заедем. Ну, конечно, вот так мы выйдем. Это читерская тема, типа, ну, жопой заезжать. Пацаны, я реально заметил, что она вот со 100 километров шурует нормально. А вот до 100 километров вообще не едет. Я даже вам сейчас это покажу. Вот даже с места попробуем просто. Она шлифует постоянно и не хочет вообще никак ускоряться. То есть у неё жёсткий шлейф. Вот, мы едем, едем, едем. Она вообще не разгоняется, не разгоняется. О, и пошло. Вот с 80 километров просто начинается буст. И она хорошо едет. А вот до 80, она вообще такая вялая просто. Короче, я предлагаю сразу поехать в Усайл. Потому что других мест для оффроуда я не вижу. Вот сделав бы реально какую-то оффроуд трассу, было бы круто. Потому что, ну, я люблю так поездить, поугарать, в принципе. Прям очень трудно даётся, пацаны. Ну, блин, это всё понятно, пацаны. Я думаю, вы сами уверены были, что она будет очень плохо ехать по оффроуду. Но я решил это проверить. Так, я приехал уже в Батырево. И давайте пробуем покорять вот эту местность хотя бы как-то. Ну, блин, я уверен, что она хоть хотя бы на что-то способна. Типа, ну, она вообще просто, ну, не едет, по сути. Но давайте ещё раз проверим. Здесь такой маппинг прикольный на этой горе. Я даже не замечал, что он здесь вообще изменён. Но вылет довольно-таки неплохо. Нет, не заедет. Давай, давай. Блин, почти зацепилось, кстати. Давайте сейчас вонечко попробуем. Да, это чисто такой фан, пацаны. Потому что, ну, думаю, понимаете, что на серьёзку, как бы, ну, Веста, переднеприводная машина. И, типа, на ней оффроуд делать, это прям бред. Вообще никак. А если жопа? Вот, давайте жопу попробуем. Вот жопа, это вообще читерский метод, короче. Нет, даже жопа не получается. Если со звона жопой. И... Нихуя. Нет, если бы у неё буст бы включился с 80, она бы заехала. А так, блядь, я такой дрочил просто с машиной. Я просто хочу наверх заехать хотя бы. Ну, давай, блин. Конечно, дым в знак-то пускает, а вот, блядь, заехать, сука, не может. Гнида. Давай, я в тебя верю. Нет. Опа, заехали, короче. Нормально. Данил Домино какой-то здесь живёт. Дом 414. Ну, прикольно, прикольно. Так, здесь тоже занято. Блин, я бы себе купил бы здесь домик, потому что местность довольно-таки очень симпатичная. И здесь изменённый маппинг. И мне это очень нравится. Ну, что ж, думаю, на этом можно заканчивать. Такой был небольшой эксперимент. Да, конечно, это было глупо сравнивать, как бы, крузак и весту. Потому что крузак, как бы, полноприводный, веста переднеприводная. Поэтому это такой, знаете, был троллинг просто и всё. Я просто никогда на оффроуд не ездил на переднеприводной машине. Думаю, вы тоже. Поэтому мне было реально интересно. Как бы всё это проверить. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте введите мой промокод. Я вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok